Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани мяча». Сложно, наверное, сложно играть в профессиональный футбол зимой. Хотя, конечно, календарная весна пришла, но от этого разве становится меньше снега не только на наших улицах, но и на футбольных полях. Я думаю, многие любители спорта видели, как играется на снегу во дворах, ну а как игралось, как говорится, нашим командам, профессиональным командам. И об этом мы поговорим в ближайшие 45 минут вместе с вами. А также Сергеем Буслаевым, Константином Щербиненко, Евгением Воронином и Илья Розаба. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну, я больше чем уверен, что мы все, начиная, наверное, вот с такого возраста, да, во дворе гоняли мяч, и нам было все равно, снег, дождь, лужи, да. Мы все это прекрасно помним, мы все... Асфальт! В том числе, конечно. Я помню, на Металлурге, ну, еще пять лет назад проводили на асфальте, на мотобольном поле первенства района, да. Вот мне хочется узнать у наших телезрителей, насколько им было приятно играть. Понятно, не только, может быть, детские воспоминания, но и как сам футбол. Поэтому телефоны вы видите на своих экранах, присоединяйтесь к нашей программе и расскажите. Ну, а мы постараемся рассказать вам о том, как действительно, ну, настоящим, скажем так, футболистам играть в такую погоду. Ну, а испытание, что называется, проверка на снег, проверка на хорошие поля, началась с Кубка России. Одна четвертая финала, и давайте посмотрим результаты этих матчей. Итак, Скахабаровска, Шинник 0-0 и 1-4 по пенальти, Шинник прошел в полуфинал. Ростов-Амкар 1-1 в основное время, и достаточно такая интересная ситуация, 9-10 по пенальти. И Тамбов-Авангард 0-2, и Крылья Советов-Спартак, матч перенесен на 4 апреля. А у нас уже, друзья мои, есть телефонный звонок, можете себе представить, мне кажется, телезритель уже хочет сказать несколько слов, что такое зимний футбол. Добрый вечер. Да, друзья, добрый вечер, меня зовут Анатолий, в Тольятти, моя почти не Евгения, поздравляю вас всех с возобновлением матча ФПЛ. Вот, я коротко провелось, по строкам написанной ранее. У меня вот такой вопрос, как вы относитесь к непрофессионализму в РФС ситуации, хотя бы взять то, что желтый мяч на поле, которого не видно ни в ТВ-картинке, ни с верхних яростов стадиона, это первый. Про календарь маленько помолчим. Второй вопрос, совет Дзюби, перейти в Крылья Советов, чтобы уже хоть наконец-таки стать чемпионом на клубном уровне, ну для него как раз РФПЛ это его уровень. И вопрос, кстати, по этому матчу, про фейерплей, когда была ситуация с забитым голом. Ну и последнее хочу завершить, это ситуация с Зенитом, и хочу пожелать Зениту, что нужно просто играть и отрабатывать бабло, которое народное достояние украло у народа, а не ныть телегровкой. Всем спасибо, хорошего эфира. Спасибо, спасибо большое. Ну в принципе, вот сейчас телезритель, как его, напомню, зовут? Анатолий. Анатолий. Сейчас Анатолий, в принципе, да, таким конспектом прошелся по темам нашей передачи. Просто, чтобы будущего зрителя как бы не путать, да, Амкар играл с авангардом, и там после пенальти 0-1 на 6-7 СК Хабаровск проиграла Шиннику 0-1, и соответственно у нас на следующий день кто играл? Спартак был перенесен, и следующий тост на луч энергии 2-1. Закончились кубковые игры, просто, видимо, может быть, какой-то перепут, да, хотелось бы, как бы, если, да, это с 1-8 финала осталось. И если будем обсуждать, просто у меня, да, товарищи в авангарде, как раз прошли они Амкар, очень интересно, поздравил своего товарища и друга, вот, Амкар проиграл, да, в авангарду по пенальти. Согласен, согласен, произошла ошибка, но ничего страшного, в принципе, мы, наверное, о кубке, да, говорим, может быть, о других вещах. Жень, ССК чаще всех в России брал Кубок России. Это что, интересно было ССК? Почему сейчас в полуфинале команды, сколько у нас, две команды из первой лиги, да, и две команды, ну, Шинник и Авангард, и, получается, непонятно, там, Крылья Совета и Спартак. Ну, скажем, значит, получается, три. Авангард, вторая лига. И Тосно, и Тосно. Авангард, Курский Авангард. Может, три команды? Авангард играет в ФНЛ. ФНЛ. Да, играет в ФНЛ, да. Ну, сможете представить, Жень, зачем этот нужен турнир? Вот вообще, вот, ну, реально, вот, посмотрим на эти вещи. Я 2018 раз задаю этот вопрос. Во всех странах существует кубок, где могут поучаствовать разные команды. И первая дивизия, и вторая, да, разные. И, например, мы видим, да, что выходит там одна команда, две команды из примера лиги, да, остальные все. То есть, популяризация футбола в России. То есть, получается, ССК завоевал эти кубки на плечах команд, ну, низших дивизионов. Ну, получается так. Сейчас просто немножко ССК становится тяжело играть, потому что игроки возрастные. Когда были игроки молодые, они успевали, у них было сил, возможности было играть на сразу три фронта. Допустим, если мы сейчас были в Кубке России, это бы Кубок России, Чемпионат России и Кубок Лиги Европы. Да, у нас получалось три. Это, конечно, уже тяжеловато, там чуть ли не три матча в день было играть. Поэтому на то, если ты, чтобы, если что, выйти на заменку. Да, ну, тогда они брали. Сейчас, вот видишь, последние годы с Кубком проблемы. Так, Олег, самое интересное сейчас в Кубке, что реально две команды уже из ФНЛ вышли в следующую стадию. В полуфинал. В полуфинал, да, Спартак, Крылья Советов мы не знаем. Это значит, что еще одна команда из ФНЛ, в принципе, может выйти дальше. И точно Тосно уже в полуфинале команда единственная, пока представитель РФПЛ. Так, самое интересное, что финалисты и обладатели Кубка России напрямую выходят в Лигу Европы. Да. Вот. Не финалисты, а именно обладатели Кубка, да, победитель. Нет, а он выходит, если кто-то из команды попадает в Лигу Чемпионов. Да, самое интересное, что сейчас, ну, вряд ли кто-то там попадет в Лигу Чемпионов из всех этих команд. Ну, Спартак. Ну, ему, правда, надо еще крылья пройти. Да, мы пока еще не знаем, будет там игра сыграна чуть позже. Вот, так самое интересное, что две команды реальные, то же самое Шинник и Авангард, могут, получается, попасть в Лигу Европы. Да, и еще получить звание Мастеров Спорта. На самом деле, очень простая покупка, Олег, если позволишь, еще некоторое добавление, что увеличилась конкуренция в российском футболе, то есть чемпионат стал более конкурентоспособен, чем, скажем, 5, и тем более 10-15 лет назад. Поэтому раньше команды могли себе позволить в Кубке играть по-серьезному, а сейчас просто физически их не хватит, если они в Кубке будут. То есть, когда не хватает состава, они не могут себе позволить. А Зениту что не хватает? Зениту не хватает. Спартаку, Локомотиву, что не хватает? У Зенита кризис без заботицы финансовой. Это такая, не Бельгия такая. На каждой есть свое обсуждение, Олег. Вот кто-то говорит, что им будет трудно играть в трех, значит, турнирах подряд. Кто-то, например, нацелен на чемпионство. А кто-то, кто-то, ну, будет бороться за Кубок, как московский Спартак. Ну что ж, неплохо было сказано. Я честно скажу, вот не хочется мне говорить о Кубке России. Давайте лучше поговорим о чемпионате, тем более там столько всего интересного произошло. И Анатолий, наш телезритель, рассказал и о Мече, и о скандале с Зенитом, и о Драке, и о Дзюбе. То есть, много чего мы сейчас с вами обсудим. Присоединяйтесь к нашему разговору, звоните. Ну, а пока давайте посмотрим результаты 21-го тура. Старт или возобновление чемпионата России. Итак, Арсенал Ахмат 1-0. Локомотив Спартак, центральный матч тура, не принес зрителям забитых мячей, так сказать, да, взору. Но матч получился боевой. Уфа Динамо 1-1. Динамо не смогли выдержать натиска и упустили 3 очка, пускай и на выезде. Скахабаровск Тосна 0-1. Тосна сейчас очень неплохо смотрится и по турнирной таблице хорошо поднимается. Краснодар-Ростов. Южное дерби. Достаточно, как мне показалось, спокойно Краснодар обыграл Ростов. Зенит Амкар, Зенит не перестает удивлять, теряет очки, мне кажется, со всеми командами может потерять вплоть до Носорогов. ЦСКА Урал 1-0, победа на классе и Анжи Рубина, стартовый матч 1-1. Да, почему-то 1-0, да. 1-1, 1-1 матч закончился, да. Анжи на последней минуте сравнял счет в этом матче. Ну что, давайте переходим к центральному матчу тура. Нам есть о чем поговорить, и те болельщики, которые видели этот матч, я думаю, он сохранится у них надолго. Итак, Локомотив Спартак 0-0. Именно такой счет был зафиксирован после финального свиска. Жень, ты помнишь, 2002 год, если мне память не изменяет. Стадион Торпедо. Торпедо, совершенно верно. Стадион Торпедо, и там примерно, да, помните, трактора убирали. Там, не трактора, там реально машины убирали, которые вот умирают дороги. Ну, да, ну, снегоуборочные. Снегоуборочные машины убирали дороги. Вот это, да, действительно было шоу. Поэтому, когда мне говорят, и жалуются болельщики Спартака и Локомотива о том, что вот такой желтый мяч, его не видно и катится по полю, то это было смешно. Тебе напомнить, как закончился этот матч? Я знаю. Хорошо. Напомни, болельщикам Спартака, как закончился. Хорошо, у нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер. Вечер добрый. Не дождался. Сорвался звоночек. Константин, матч получился. Я ничего не могу сказать. Матч получился, да. Матч получился. Были моменты, были энергии, страсти, все было. Да, поле не позволяло, были какие-то ошибки, но это понятно, да. Вроде бы стартовал, а мяч своей... Взятие ворот не получилось еще. Да, своей жизнью, в общем-то, жил, как мне кажется. Но обижаться даже тем, кто пришел в этот зимний, там, снежный, да, вечер посмотреть футбол. Мне кажется, они ушли точно не разочарованы. Нет, танцового не было. Ну, практически там 22 тысяч, по-моему, было. Я согласен, что разочарованных болельщиков в плане футбола и того, что показали обе команды на футбольном поле, не было. Единственное, было промозгло и холодно. Я наблюдал не на стадионе эту игру, но потому что по воле случая получилось так, что рабочий момент у меня совпал. Но, тем не менее, с теми друзьями, болельщиками двух команд общался, что обе стороны сказали, что немножко было прохладно и не по себе. Но сам матч получился огненный, к сожалению, без взятия ворот было и все, и накал старостей, и спасение в раздевалку от футболиста Локомотива, да, Игнатьева. Шикарное спасение. И, соответственно, прекрасные голевые моменты у Фернандоша, я считаю, что одного из самых ярких сейчас представителей Локомотива. Игра, да, получилась, вот, и в какой-то степени, наверное, что одна команда стремилась показать максимум, что другая, что другая. Вот, погодные условия, в принципе, реальные. Мирончаки показали... Я смотрел, ну, безобразно, что один, что другой. Олег, я смотрел матч, тот же самый с Ницей лично, да, на Мирончаков, и нельзя их выделить в какой-то степени, нельзя выделить, в принципе, что одного, что другого. Оба стараются, оба что-то хотят показать, но в кат пока в игру не происходит на должном уровне. Есть ли такие мастеровитые игроки, как Фернандош, да, более опытные, как, не знаю, Немани Пиечинович, там, Гильерми и прочие. Денисов, да. Денисов, да. Много перечисляет. А, Игнатьев тот же самый. Если они вошли уже непосредственно на тренировочном сборе, в кураж и вот в то, что было в конце прошлого сезона, то с Мирончаками здесь какой-то такой некий переход. Но я думаю, что Юрий Павлович найдет нужные слова и ребята забегут. А звезда во лбу не загорелась? Нет, нет, звезда не загорелась. Возраст какой у Мирончакин 95-го года рождения. Это получается в этом году 23 года, да. 23 года. Сергей, скажи, пожалуйста, вот ты специалист, скажем так, большой в различных областях. Вот скажи, пожалуйста, то, что РФС, да, и мы с тобой общались, не был заключен контракт с фирмой-производителем на то, чтобы мяч был красного цвета. Учитывая, что мы играем в России, у нас даже, по-моему, в 90-х годах эти мячи всегда были, а сейчас получилось, что у нас какой-то там желто-оранжевый. Я тебе скажу больше, мы во дворе даже играли оранжевым, баскетболом, футбол зимой, нормально. Нет, Олег, мы, ну это бардак, понимаешь, мы еще, второй вопрос-то не затронул, мы обсуждали с тобой еще календарь, да? Ну, Анатолий тоже наш телезритель сказал. То есть, как можно было поставить тур на день выборов, да, и не знать, то есть, вся страна знала, что будет выбор 18-го, а РФС не знали. Они говорят, а мы не знали, как, ну как, извините, выборы уже давно были назначены, именно на эту дату назначены. То есть, переносится весь тур, и получается, что... А он, по-моему, не весь тур переносится. Один матч остается, один матч. Нет, не один, три матча остается. В Automotive, например, Спартак будет играть. И ЦСКА перенесли. О, а я про Динамо свою хочу сказать. Динамо играет 10-го, последний матч, второй матч, вот в этом весеннем первенстве, а потом 1-го апреля. То есть, 20 дней Динамо будет сидеть, не знает, чем заниматься. Вообще никаких матчей, ничего, не товарищей, нет ничего. Сборная играет, да? Может, со сборной Динамо сыграет. А, ну, может, со сборной, да, у нас там в Химках свободно, как раз приезжайте. Там поле плохое. На самом деле, действительно, вопросов к РФС достаточно много, и к РФПЛ вопросов очень много. Действительно, и с календарем напутали. Просто я сегодня смотрел календарь, и я увидел, что с 17-го нет ни одной игры в Москве. А Спартак где играет? Не знаю, где играет Спартак, но точно нет. Спартак 17-го играет. Его же, потому что... Только 5 матчей будет. На апрель, который перенесли, на этот день, Спартак будет играть кубковый. А именно 17-м будет играть матч 22-го тура. Я точно знаю. Зачем вот ССК матч переносили, я вот не понимаю, честное слово. Потому что матч начинался 19-30, избирательные участки работают с 8-ми. Если ты хочешь проголосовать, да, можно. Просто нагрузка на МВД, да, конечно. Все будут задействованы на выборах. Ну, давайте о матче поговорим. Опять у нас, как всегда, спартаковского болельщика нет. Но я уверен, что мы смотрели этот футбол не только с позиции пристрастий к той или иной команде, но и с позиции нормального, хорошего, настоящего футбола. Илья, скажи, пожалуйста, а Спартак вообще показал в этом матче, почему он должен был 3 очка увезти с локомотива? Да, конечно, ничего он не показал. Не, ну, я не согласен. Были моменты. Это у него... Ну, вот момент был у Самедова. Нет, момент у Самедова были. Я тоже думал, что да, локомотив доминировать было. Доминировал абсолютно точно. Но были 15-минутные какие-то отрезки, когда Спартак действительно... Огрызался. Огрызался, прижимал локомотив. В самом начале был момент... Даже ЦСКА с Барселоны огрызался. Или с Баварии при 5-0. Ну, не было такого, что локомотив... Ну, не было того, чтобы локомотив был явным фаворитом в игре, но смотрелось то, что команда играла на... Ну, как бы, можно сказать, Олег, 65 на 35, согласись. Ну, где-то так, 60... Хорошо. Вот. У Спартака были моменты, и вот чудо спасения Игнатьева, наверное, это самый яркий момент вообще всей встречи. Вот. Были моменты у того же Фернандеша, кто смотрел игру. Но, опять же, вообще по-хорошему игра могла закончиться со счетом 1-1. Ну, взятие ворот было как со стороны одной и другой. Ну, не получилось. Может быть, желтый мяч помешал. Ну, а хорошо, Юрий Павлович же сказал, что... Господи, с какой стороны-то? С другой. С тактической, да, стороны. Ничья, Локомотив абсолютно устроил. А Зенит потерял очки. Да, и Спартак, соответственно, потерял очки. И не подпустили... Да, сейчас разрыв от второго места. Там 7 очков остается. Было там сколько? 8 туров осталось. Более. Было 9. Вот. Краснодар единственный, кто, да, на второе место перебрался. Ну, там возьмем его в случае. Единственный момент, что, наверное, со стороны таблицы турнирной, Локомотив, в принципе, имел шанс, ну, как бы, запасной, самый, как бы, неудачный. Но, тем не менее, точнее, 0-0 это тот счет, который, наверное, устроил что одну, что другую сторону. Соглашусь. И что мне больше всего нравится в этой ситуации, это то, что Локомотив не потерял ход. Что Локомотив... Не остановлен. Идет. Да. Это показали игры и в Лиге Европы. Очень хорошо было сыграно. И со Спартаком. Потому что я помню, когда в прошлом году открывалась весенняя часть, ЦСКА играл со Спартаком. Счета я не буду говорить. Там он двухзначный, по-моему. Не в пользу... Нет, не двухзначный? Нет. Ну, ладно, хорошо. Но, тем не менее, ЦСКА не вошел в силу. Это Семин. Семин, действительно, подготовил команду. Он опытный, опытнейший, я бы сказал бы даже, тренер, который, действительно, знает, как подвести команду к Лиге Европы, к чемпионату, чтобы все были в форме. Я думаю, Мирчуков он еще... Встряхнет. Да, встряхнет, думаю. Так что, в принципе, я говорю, заслуга, действительно, тренера. Хорошо, тогда вот такой вопрос. Даже за карреру он побеспокоился. Перед тем, как матчем, да. Да, мухрил его. Да, да, да. На всех капюшонкин беспокоился. Варис. Сам капюшон, ну да. А скажи, вот такой вопрос. Если помните, у канадцев, у американцев есть такая, ну, не знаю, традиция, не традиция, тактика. Они на те или иные чемпионаты мира, олимпийские игры привозят с собой не только лучших игроков, но и лучших тренеров. В тренерский штаб, да, сборная там Канады или США, входит там одни из лучших тренеров НХЛ, да. Вот на ваш взгляд, сейчас вот мы видим, что у Семина идет, да, а не попробовать вот такой конгломерат определенный «Черчесов», «Бердыев», «Семин», да? Был такой, 1982 год, Лобановский, главный тренер, Халкации и третий, кто у нас был, господи, дай бог, Бесков. Бесков был, да, Треумират, но ничего хорошего это не принесло, потому что, естественно, команда была создана действительно на базе «Динамо Киев-Спартака» и «Динамо-Тбилиси», и каждый, естественно, тренер хотел, чтобы его игроки играли, в общем, ну, это должен быть один командир на корабле, я считаю. Олег, по поводу американской системы, может быть, вы в курсе, а, скорее всего, нет. Они еще и «Жон» делают. Нет, нет, «Жон» это ладно, тренерский штаб практически по численности такой же, как штаб игроков, то есть там человек 20 тренеров, не как у нас один, два, три помощника. Я не понимаю, как у вас смысл. А я вам хочу объяснить, почему, потому что у них образование такое, по крайней мере, было в то время, да, и сейчас, наверное, тоже сейчас так же есть, что каждый изучает одно и то же, вот скажем так, очень узкая направленность изучить. То есть один изучает, допустим, мозг, другой там, выход, вход в зону, да, то есть может быть такое, я не знаю. Но это мы сейчас про хоккей, если к одному специалисту. Про хоккей, а по футболе видишь, ну не было такого. В медицине так, вот у нас, допустим, медсестра, она может сделать все, что угодно тебе, а там медсестра скажет, я только укол делаю. У нас футбольная передача. Нет, я ултрирую тебе. Я на примере медицинской сказал, что один невропатолог, допустим, только отвечает за левое полушарие, другой отвечает за полушарие. Я пуговица полушария. То есть в Америке образование такое. А сейчас у нас изучают оба полушария. Вот я про то и говорю. Понятно. Давайте еще немножко об этом матче поговорим. Насколько погода помешала? Можно я скажу, Олег, про погоду? Я хочу благодарность действительно выразить руководству локомотива, всему штабу, начиная от уборщиков там может быть, еще кого-то, которые поле готовили. Действительно, для этого матча, для такого снегопада, мы помним, мы же ездили все по городу, что творилось в Москве везде, у нас был сильный снегопад, и поле было в нормальном состоянии. Я думаю, матч состоялся, но единственный минус был, что немножко не в той форме вышли локомотив, почему-то в белый, я тоже думал, что они зеленые. Конечно, зеленые. Потому что смотреть было не очень приятно для зрителей, плюс мячик, да. А так, в принципе, молодцы, потому что сейчас мы видим, происходит с погодой, что не только у нас, это в Европе, кто смотрит матчи других либ, там, в Бельгии, да, где-то отменяют, где-то в Германии, допустим, несколько матч они проводят, ничего страшного, они с него... Вот тур в прошлые выходные, в Англии, в Германии, они тоже на таком же поле играли. Да, даже, да, наши хоть молодцы, там, очищали, там, они как-то... А в Германии был момент, что там 11-метровую точку судья отчитывал сам лично, с ротарской шага, это бундеслига немецкая. 30-е годы. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Я в эфир, я так понимаю? Да. В прямом. Я вот хочу высказать по матчу локомотив «Спартак». Слушаем. Да-да-да, слушаем. Алло, я вот, все, что я могу сказать по этому матчу, я так понимаю, что локомотив пытается взять чемпионство за счет своей только обороны. Ну, Палыч, он есть Палыч. Так. И в такую погоду, ну, конечно, такие матчи, в такую погоду нельзя проводить. Это абсолютно, это было не футбол, это было мучение. Ну, че, нормально. Ну, я полностью с вами согласен, учитывая, что Исомин сказал, что составителем календаря, да, помните, в прошлом году ЦСКА «Спартак» начинался, весенняя часть, в этом году «Спартак» «Локомотив». Ну, друзья мои, ну, давайте, мы, может быть, подиграем, конечно, определенным командам в этом вопросе. Ну, уж, правда, можно было на мае эту игру поставить, чтобы жители, зрители увидели. Ну, понимаете, такая техничная команда, как «Спартак», ну, в такую погоду играть она не может. А тем более, ну, встал в локом. Жалко, я вас не вижу, сейчас эфир у вас не работает. Да. Вот, не знаю, о чем вы говорили, но просто решил позвонить. А вы болельщик «Спартака»? Ну, не может «Спартак» играть в такую погоду. А вы болельщик «Спартака», извините? Да, я болельщик «Спартака». А скажите, если бы «Спартак» одержал бы верх над «Локомотивом», а вы бы, этот звонок бы состоялся или же нет? Да, этот звонок бы состоялся абсолютно. Нельзя в такую погоду играть. Тем более, я не понял, почему я смотрел, я хотел пойти на стадион из-за стоимости билетов, но не пошел. Почему игрался матч не красным, а желтым? Я его даже не видел по телефону. Мы это обсуждали, да, говорили, что РФС не подписали договор на красный мяч в этом сезоне, к сожалению. Поэтому играли не желтым мячом. Ну, значит, РФСу респект. Да. Спасибо. Спасибо вам большое за ваш звонок, за то, что вы болеете за народную команду. Семин же в конце матча в интервью сказал, что в принципе нормально все. Нормально, да, он сказал. Он говорит, потому что на полях периферийных команды Москвы там вообще поля еще хуже. Ну, Амкар сегодня отстранили. Стадион Амкар не будет проводить матчей. В плане футбольного газона Локомотив сейчас сделал некий ребрендинг вообще на стадионе, если кто-то был в последнее время. Поставлены огромные телевизоры по бокам, чтобы можно было смотреть. И сама трава, она в принципе последнего поколения. Трава была хорошая. Она подходит под игру. Но организация, как всегда, подвела. В такое время. Нет, организация наоборот. Объясняю, почему. Это просто сейчас не звонят болельщики, которые просидели там еще полтора часа после окончания матча. Такой-то холод. Почему нельзя? Вы что, хотите сказать, что за полчаса невозможно было 22 тысячам разойтись там? Этому проблем не было. Почему? Система дурная. Ну да я говорю, что почему вот это люди приходят, платят деньги туда и получают такой дискомфорт. Тем более там стадион находится рядом. Это от метро, да? Да, там буквально минут 20-30. Все там же можно было выпускать. Все, кто был за рубежом на стадионах, на матчах он и Олег, все мы были. Там действительно вот 100-тысячник почти. Компноу, за 5 минут он уже пустой. Открывают и все пошли, и все выходят. Нормально все. Прекрасно. Да, согласен, согласен. Вот еще по погоде, Олег, скажи, пожалуйста. Почему у нас вот известно, что такие погодные условия в нашей стране, почему только зенит-арена у нас с крышей? Почему не делать стадионы, даже те, которые чемпионаты мира, делать с крышей? Потому что если бы зенит-аренду сделали бы еще в каком-нибудь городе, то бюджет страны можно было бы... Какую сумму построить в чем ЦСКА возьми? 300 с чем-то. Бакуаны. Безуссентом 300 с чем-то. Ну почти по 300. Так же самое, Спартак тоже сам возьми, та же цена сейчас, Динамо тоже самое сейчас будет, да? Хотя Динамо там очень сложный, конечно, там и футбол, и хоккей, там все под одной будет этой крышей. И возьми стоимость зенит-арены. Честно говоря, миллиард. Сколько можно было построить стадионов ЦСКА, допустим? Четыре стадиона. Подожди, ну подожди, сравнивать стадион ЦСКА со стадионом питерским, это невозможно. Питерский стадион не в два, а в десять раз интереснее и сильнее армейского. Извините. Никто не спорит. А сколько он стоит? А стоит-то сколько он? В двадцать раз дороже. Почему в двадцать раз? Армейский стадион стоит 250, питерский миллиард. Четыре раза. Три миллиарда. Миллиард, по-моему, официально. Миллиард больше там, по-моему. 53 миллиона. Сейчас строит сколько? Пятьдесят или шестьдесят тысяч стадион у него будет. У него стоимость, ну у них там в фунтах, но если перевести, ну около трехсот миллионов. Да, обойдется. Представляешь? Ну, в общем, я был на питерском стадионе, так хотелось до него докопаться, но, честно, вот не получается. Докопайся. Там на Бакланах все загнал. Да, здесь только до Бакланах. Ну что ж, подводим небольшой итог. Матч получился. Результат устроил Константин одну и другую команду. Локомотив не отпустили, но и, в общем-то, не приблизились. Переходим к следующему матчу. Я на прошлой передаче говорил, что именно эта игра будет центральной в туре. Так, в общем-то, наверное, оно и произошло. Уфа, Динамо, Москва. Сергей, один-один. Ну, надо было, раз центральный матч, надо было начать с него. Я не знаю, почему. Причем с локомотивом. По времени просто так получилось. Да, Динамо надо выкарабкиваться. Динамо пригласило Хохлова. Динамо закупили в этом году, как я уже говорил, рекордсмены по трансферам. Были куплены неплохие игроки. Не успели? Ну, наверное, еще. Олег, ты знаешь, я давай с общего начну. Я посмотрел многие матчи в этом туре, практически все. И ты знаешь, из-за погодных, может быть, условий, из-за погодных условий, все матчи были какие-то, знаешь, немножко сумбурные такие, я бы сказал. Электро и нервные. Нервные, да, нервные, сумбурные. Понимаешь, чтобы не было того, я ждал, ну, какой-нибудь хотя бы матч будет там европейского уровня. Ну, действительно, может быть, он получился бы при хорошей погоде там на Локомотиве, там на Зените, может быть, в Краснодаре. Да, в Краснодаре. В Краснодаре классный матч был. Да, в Краснодаре хорошая погода была, кстати, да, я извиняюсь. В Краснодаре было отличное. Вот, и поэтому там-то матч, может быть, и получился. Но все равно был сумбур. Сумбур, понимаешь, вот это, может быть, несыгранность еще, начало сезона. Не сезон, а... Да, после перерыва, да, большого перерыва. Потому что в игре Динамо, вот сейчас возвращаемся опять к матчу, в игре Динамо это чувствовалось. Поэтому какие-то моменты очень хорошо играли в пас, ну, сравнивать, допустим, с командой Калитинцевой прошлогодней, то есть игра в пас наладилась. Но взаимопонимание, допустим, того же Черных, который вот из Литвы, сборной Литвы пришел, он не понимал, допустим, ему давались пасы, Марков немножко устал там к концу. Ну, в общем, такие... А мне показалось, или я видел Панченко? Панченко сидел в запасе, да. Сидел, да? Да, он сидел с собой, он дал. Вы просто не выпустили на этот матч, да? Нет, ну не стали, Жень, там синтетика. Парень после крестов, это я считаю, что был бы вообще... Зачем рисковать, тем правиль, парнишка хочет еще и сборной попасть. Знаете, мне не показалось, что он по другому. Нет, Панченко был, он все законный, да, сидел. Но он одну замену все сделал, может быть, пожалел игроков. Ну, 1-0 ввели, получается, из-за одной ошибки даже игрока сборной, Ну, до этого играл на хорошо, ну, бывает такое, да. Не, ну, если мы посмотрим турнирную таблицу, да, Ну, там, да, до 8-го места всего на победу. Тут, как бы, 23, 26, до 8-го места 3 очка. Да, так что... 3 очка до 8-го места, поэтому, мне кажется, Динамо переживать особо. Тем более, давайте закончу, против команды Симака всем тяжело играть. Да, договорились они. Ну, да, договорились они, скажите честно, Сережа. Они же играли вместе. В последние 15 минут они особо катали мяч, можно сказать. Играли вместе, да, я так подумал. Когда 15 минут осталось, думаю, ну, господи, они, действительно, в историю так заглянул. Они же вместе играли, вроде как, прятские отношения. Думаю, ну, не стали портить другу настроение, наверное. Решили согласиться. Мировую закончили. Мировую, да. Нет, ну, действительно, я не скажу, что, может быть, получилась какая-то выдающаяся игра, да, но для первого матча начала сезона команда только входит в этот игровой темп и ритм. Мне кажется, было достаточно... Посещаемость в Уфе там, ну, небольшая. Они никогда не славились. Да. И посещаемость в Хабаровске. Дорогие мои, посмотрите, что в Хабаровске такой матч был. 200 человек. Да, наверное, солдаты половина. То, что мы играли в ФНЛ, когда Динамо играло, та же самая ситуация. Команда шла вместе с Динамо на выход в Премьер-лигу, и когда приезжает в Динамо, московская команда, приезжает в Хабаровск, и в Хабаровске, как Олег сказал, 200, ну, не 200, конечно, было, ну, может, в Максу, в 2 тысячи. Ну, понятно, в 1,5 тысячи, да. Значит, ну, тогда футболу не нужно, получается, в Хабаровске. Хоккей, пускай, болеют тогда. Амур? Согласен, согласен. Ну, как говорится, ждем, ждем, как и все. Ну, да, думаю, сыграются, потому что усиление хорошее, думаю, сыграются, ну, все будет, я думаю, неплохо, да. Ну, что ж, переходим к следующему матчу ЦСКА. ЦСКА-Урал. Со счетом 1-0 ЦСКА забил единственный мяч у себя на поле. Сделал это Алан Загоев, и, можно сказать, второй раз подряд, второй раз подряд спасает армейцев от, как говорится, никогда еще Штирлиц не был так близок. Олег, можно я оборвусь просто вот, разбуди меня нейтрального болельщика ночью и спроси, как сыграет ЦСКА с Уралом? Я скажу 1-0. Ну, мне кажется, это тот самый счет, который читался, ну, просто всеми специалистами или хотя бы приближенными людьми, которые как-либо следят за нашим футбольным союзом. Это был матч договорной. Это не матч договорной. Нет, это был матч по временам Италии и Великого Милана. Вы нам не забьете, мы вас выиграем. Женя, давай положим руку на сердце, и мы опаздывали на стадион, и боялись, что уже забьют, и мы ничего не увидим. Получилось, да? Мы действительно опоздали, ездили с семьей на футбол, и действительно мы опоздали буквально минут на 15, наверное. И вот боялись, думали, сейчас... Буквально на 15? Ну, на 15 минут, это же не опоздание. Поэтому команда в первые 15 минут решила... Подождать. Подождать нас, да. Ну, что хочу сказать. Я не знаю, как Илья, в видении, да? Мое видение было такое, что поле такое же было, как в матче Лиги Европы. Такое же показалось скользкое, была очень, опять же, температура. Мне показалось, что все игроки бегали без термобелья, без теплого. И это помешало ЦСКА забить больше. Это помешало получить травмы. Марио Фернандес получил из-за этого травмы. Ты в вторую передачу рассказываешь там про поле, про термобелью. Ну, это... Про игру-то скажи, как тебе играться. Игра? Давай я скажу. Игра была... Да, ну скажи. 12 градусов температура. Армейцы, наконец-то, в очередной раз, показали весь свой атакующий, потом обрушили на Урал. Витиньева обыграла одного. Да то точно мы смотрели один и тот же? Второго. Обвел вратаря, забивает, говорит, чего завелся. Вот так хочется сказать. А получается? Ну, это такое пока... Надо быть романтичным. Нет, на самом деле, действительно, выиграли на классе. Урал буквально создал, может быть, один момент за всю игру. Может быть, два максимума. Но реализация тех моментов, которые мы создавали сами, когда Витиньев получает мяч и бьет в 7 метров во вратаря, когда ворота 7 метров влево-вправо ударят, почему-то бьет. Вот это вот кошмарно. Потому что в Бразилии ворота 9 метров. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые любители футбола, болельщики. Ильдар беспокоит вас. Эльдар, привет. Рады слышать. Да, спасибо взаимно. Хотелось бы еще, чтобы вы интернет-трансляцию наладили. Будет, будет, будет. Наладим уже совсем скоро. Ну, дай бог. Ладно, теперь по матчу моей команды, скажем так, ССК Урал. Да, ну что, собственно, хочется сказать. Как не был нападающего у нас толкового, так, наверное, и не будет. Как это не было? А Вагнер Лав? Думбия? Не, ну, не. Ну, я уже не беру. Ну, вот эти два, которые мы имеем, Витиньо и Муся, они вообще разучились играть в футбол. Просто я не знаю, чем они занимались на межсезоне, да, все вот это вот все. Муса заправку покупал. Да. Благодарить верблум, да. Что касается защиты, ну, тоже, ну, не знаю. Ну, честно говоря, ну, очень с трудом нам удалось выиграть вот эти вот три очка. Как будет дальше с Леоном игра, я, ну, честно говоря, ну, страшно становится. Страшно становится, потому что пока мы не решим вопрос нападающими, мы далеко с этими двумя вот этими не уедем. Я не понимаю, почему мы Заболотного упустили, да, вот в Зенит. Я не знаю, он гораздо лучше бы, он нам больше бы пригодился, нежели вот эти два вот этих вот игрока. Да, Ильдар, мы упустили Вагнера нашего, которого продали в Бешиктаж за три с половиной миллиона. Вот кто действительно нам бы помог. Почему он мне взять был? Ну, это же не такие деньги большие, правильно? Ну, сколько уже? Он там согласен, он там лучше бомбардиры Турции. Ну, уж с нашим чемпионатом бы он точно обедни бы не испортил. И думаю, ее можно было вернуть и спокойно мы играли бы дальше, мы играли бы три очка. А с этими, конечно, ну, я не знаю. А, еще, кстати, немаловажный факт. Я понял, вот, обратите внимание, как только у нас появляется Слуцкий на матче, это че... Во всем Слуцкий виноват. Кроме шуток, вчера на хоккее Гавича тоже на дерби был. Все, 1-0, это счет Слуцкого. Всего доброго. Спасибо. Возите его с собой, будь чемпионами. Да, счет Слуцкого. Мало-мальский, вы подойдете к... Мало-мальский. Главное, пусть он на баскетбольный ЦСКА не ходит. 1-0, слишком мало. Ну, давайте уж шибко глубоко не будем ударяться в эту игру, потому что, ну, ЦСКА где-то, может быть, на классе, где-то повезло, конечно, с ударом. Обидно, что, говорю, потеряли, действительно, защитника, который... Сколько потеряли, что говорят врачи? На шесть недель. Знаете, кстати, последнее... Это много, а потом надо восстанавливаться, грубо говоря, к чемпионату мира. А у Васин до конца сезона. Поэтому в сборной у нас уже два минуса, у Васин центральный. А у вас еще кто-то травмировал? Три, еще и Джеки травмировал. Не, ну, это мы про сборную сейчас. ЦСКА? Вы узнаете, кто у вас? Березуцкий. А, Березуцкий же еще был. И вот удалось буквально с Алланом перебросить фразы. Я говорю, Аллан, что, он тоже вышел, потребовал на промещение хромалый. Я говорю, ну что, серьезно что-то? Он говорит, да нет, вроде бы ушиб, там нормально. Завтра порове есть. Ну, вроде бы не прошла информация, знаешь, действительно просто ушиб. Можно еще небольшой квитесенцию к этому матчу? А знаете, как переводится фамилия Ахмеда Мусы? Нет. Из-за колонки, я знаю. Нет, нет, нет. Все очень просто. Моисей, мораль. Надо немножко подождать. Я понял. А, интересно. Интересно. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая образовалась после 21-го тура чемпионата России и посмотрим, на что команды претендуют. Итак, Локомотив 46, Краснодар 39. Всего лишь 7 очков разницы. Но от Краснодара, ну а на мой взгляд, основные конкуренты это Спартак, Зенит и ЦСКА. У них под 38 очков, а, соответственно, стоят на 8 очков. Хотя 7-8 абсолютно нет никакого значения. Все равно 3 победы. Ну и дальше, наверное, уже пропасть. Уфа, Арсенал и Ахмат будут сражаться за то, чтобы... Шестое место. Да, занять шестое место, которое, наверное, ничего уже не дает. Итак, с Хабаровска, ну я думаю, что, наверное, с этой командой все понятно, да, друзья? А это, наверное, уже первая линия. Скорее всего, то, что 8 очков... Ой, не 8, надо... 8 очков, да? 10, нет, ну 8, что, он все равно вылетает. А, это, да, 10. 10 очков, да. И Динамо, Москва, 23, мы говорим, очка, да, там все очень плотно, 24, 25, 26. Да, 8 место Ахмат занимает 26 очков. Да, да, так что... Кому вылетать, кстати, в этой компании? Кому не вылетать, вот если не Динамо, а кто на вылет будет стоять? На вылет? Хороший вопрос. Если Динамо, то кто? Не-не, просто серьезно, он тот наиграющий, уралыграющий. А если по деньгам, смотри. Это проблемы у Тосна, проблемы были у Арсенала. Но у Тосна зато игра есть, мне кажется. Есть, но очки надо играть. А игроков-то нету игроков, они там... Помните команда, не Спартак, Нальчик или какая у вас была? Они же продали сколько игроков игроков игроков. Продали сколько игроков они. Там Парфенов-то игру ставит, но с кем играть-то? Согласен, согласен. Давайте посмотрим, у нас не так много времени остается, давайте посмотрим следующий тур, 22-й. Кто с кем будет играть и какие у нас предпочтения. Амкар-Арсенал, ну тут скорее всего, да, Амкар-Арсенал, Амкар будет бороться, чтобы уйти, уйти из зоны вылета. Уфа-Анжи, ну, наверное, это, да, команды... Динамо-Краснодар, вне всяких сомнений, центральный матч Тура. Вообще, мне кажется, там, где играет Динамо, это любой матч центральный. Спасибо, Олег, да. Что же, Тосна-Рубин, тоже, в общем-то, да, Ростов. С меня добавка. Ростов-Зенит, Ростов, наверное, не в той форме, пускай и дома, но Зенит после всех приключений. Ахмат-ЦСК, ЦСК будет тяжело, в Грозном всегда тяжело играть. Спартак-ЦК, Хабаровск. Здесь, я думаю, уже... Да, тут, наверное, все понятно. И Урал-Локомотив, матч... Вот тут непонятно еще. Вот тут, мне кажется, непонятно. Тархан-Тарханов. Я соглашусь. Тоже, не твертый. Непонятно. Давайте буквально одну минуту посвятим тому. Сейчас поднимается такой небольшой скандал. Зенит требует переигровки матча. Такого не было. Все там по-честному было? Я считаю, что практически все по-честному. Что значит практически? Там все было по-честному. Нет, ну какие-то, может быть, были дюансы. Ну нет, мелочи там. У меня проблема в том, что надо было больше удалять просто игроков. Потому что были крики на судью, вырывание мячей, бросание вратаря там всякой ерундой. Ну это... Еще после этого просить, чтобы переиграть. Это я не понимаю вообще. Сереж, я даже буквально сегодня общался с болельщиком Зенита. Он говорит, что я удивлюсь только власти Газпрома, если они все-таки добьются того, чтобы была переигровка. Не будет переигрывать. Сам матч был честный. И по правилам, да, это не двойка, но это такая, может быть, тройка там с плюсом, четверка с минусом. Виноваты сами игроки. То, что творил Кришета с этими, помните, подкатами нереальными с прямой ногой. Все поделал. Все поделал. Вот я даже специально повторы смотрел. Все поделал. Понятно, что шерховатости были. Но карточки абсолютно поднимут. В любом матче шагов. После дираки кулаками не машут, как говорится. Согласен. Согласен. Ну и то, что игроки фэрплей, игроки у нас арсенала. Арсенала. Есть по этому поводу какие-то мнения? Есть мнения. Да, скажи, пожалуйста. Много мнения о том, что человек упал, что ему было плохо, надо было останавливаться. А я много раз посмотрел этот момент, и мне показалось, что защитника тульского арсенала, что он упал, увидел... Нет, он начал падать, увидел набегающую Камбару, и с ним какое-то случилось, знаешь, помутнение. Ему надо было вместо того, чтобы мяч просто отбросить или выбить. Он что-то решил вот упасть, вот так вот разрулить ситуацию. А Камбаров пошел дальше. То есть это называется, знаешь, знаете... Не верю, сказал бы Станиславский. Французы это называют лестничное остроумие, когда там через 5 секунд или через 10 лет ты понял, как там надо было ответить. Вот он через 5 секунд или смотрит по фото, говорит, ну почему я не выбил? Нет, на самом деле, я правда, я тоже посмотрел этот момент, он абсолютно игровой. Свиска в остановке игры не было, защитнику не было нанесено, была нанесена травма игроком соперника. Да, даже если... И все это происходило там в двух метрах. То есть игрок Камбаров, он не смог бы сообразить, что произошло в данной ситуации. Ситуацию видел спокойно, все, что ничего страшного нету, можно играть. Так что мне кажется, все по делу. Ну и последние 30 секунд мы займем анонсом, анонсом буквально в эти выходные, в праздники состоятся матчи Лиги Европы. Итак, Атлетика Мадрид, Локомотив, ЦСКА, Леон, Лейпциг, Зенит. Итак, Жень, как играет ЦСКА с Леоном? Ну, тяжело. Понятно? Ой, ну надеюсь на 0-0, не знаю. 1-1, как мне кажется. Как сыграет Локомотив с Атлетика на выезде? Локомотив, победа на выезде. О, Сереж. Лейпциг выиграет 2-0. Неплохо. Ну что ж, друзья мои, в следующий вторник мы с вами встречаемся на телеканале Видное ТВ и обсуждаем матчи 22-го тура Лиги Чемпионов, Лиги Европы и болеем за своих. Пока. До свидания. До свидания. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова